Спонсоры выпуска бренд спортивного питания Hardlabs и сеть магазинов спортивного питания и экипировки fitnessbar.ru Хотите начать зарабатывать с фитнес-бар прямо сейчас? Тогда зарегистрируйтесь по адресу op.fitnessbar.ru Здесь вы получите доступ к самым выгодным предложениям. Зарегистрируйтесь и убедитесь в этом сами. Все мы давно знаем, что стать чемпионом без фармы абсолютно невозможно. Я не знаю ни одного чемпиона в бодибилдинге, который готовился бы без фармы. Мы даже знаем, что и для чего нужно использовать, чтобы добиться идеальной формы. Могу сказать за себя, что именно жесткость мне придавали препараты холцистин, тринбаллон, гормон роста. И сегодня нас абсолютно не купишь на сказки про натуральный тренинг. Какие бы популярные атлеты эти сказки нам бы не рассказывали? Мне кажется, он пиздобол на самом деле. И на этой теме неплохо этот аудиторию под себя подминает. Да, у него свое понимание натуральности тренинга. Вот и все. Но с другой стороны, может это не сказка? Может где-то по планете бродит тот чемпион, который в своей подготовке не использовал ни грамма гормона роста? Ну, он тоже был убедительным в плане того, что он натурал, не использует никакую фармакологию. Да не может быть. Или все-таки может. Но хотя бы в пляжном бодибилдинге. Я могу допустить, если еще учесть, что он уже много лет пашет в зале. Ну что же, попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Итак, главная тема 103-го выпуска железного рейтинга. Можно ли без использования фармы стать чемпионом в таком виде спорта, как бодибилдинг? Где та грань? Гормональные препараты или список ВАДА? И кому из известных натуралов можно реально поверить, что он натурал? Доброго дня всем зрителям. А на сегодняшний момент это зрители уважаемого мной канала «Железный рейтинг». Когда мы начали работу над нашей программой, наш вопрос о натуральном тренинге в бодибилдинге. Большинство наших экспертов встречали либо с улыбкой, либо с негодованием. Здесь очень много тонкостей. Во-первых, давайте разберемся, что такое натуральный тренинг. Кто-то считает, допустим, натуральный бодибилдинг – это инъекции до грамма тестостерона в неделю. Это же настолько философский вопрос, насколько вообще натуральны у нас все люди. Да, ведь каждый заходит в аптеку, чуть-чуть что-то заболело, там, ой, надо купить аспиринчику. Надо купить, ой, суставы заболели, надо что-то купить. То есть, в принципе, даже простые люди с помощью каких-то фармакологических средств облегчают себе жизнь, если что-то чувствуют себя не очень. Что уж тогда на спортсменов-то показывать пальцем, если у них сверхнагрузки идут. То есть, им-то уж сам Бог велел принимать что-либо, чтобы помочь справиться с этими нагрузками. Да, Александр Вишнецкий прав. Соревнующийся атлет подвергает свой организм сверхнагрузкам. И вправе рассчитывать хоть на какую-то помощь. Но есть аптечные препараты некоторые, которые позволяют худеть. Тот же самый редуксин, например. И если человек его 2-3 месяца будет использовать, вряд ли он какой-то особый вред навредит здоровью. Но это ему очень неплохо поможет именно сжечь лишний жир, потому что этот препарат очень неплохо подавляет аппетит. Но ведь когда речь заходит о бодибилдинге, мы чаще всего говорим не о помощи. Мы говорим о подмене. Когда долгая, кропотливая работа в зале заменяется фармой. Или, возможно, эту проблему мы придумали сами? Проблема есть. К сожалению, она есть. Но от нее никуда не деться. Потому что все хотят выбрать легкий путь. И честно, я тот же самый. Если бы мне сказали, давай 10 лет в бодибилдинге, ты будешь про в большой категории. Либо, как я за 2 года стал про, но в Men's Physique. Я бы, конечно, выбрал 2 года в Men's Physique. Потому что в итоге я сэкономил 8 лет, а получил все то же самое. Те же самые контракты, спонсорства, компании и прочее, зарабатывание денег. Абсолютно одинаковые. Но я сэкономил 8 лет. Сегодня в нашей программе вообще будет очень много откровений. И я сразу хочу сказать всем нашим экспертам огромное спасибо за честность. В таком сложном вопросе, как тема допинга. Когда я начинал свой путь в мире бодибилдинга, я не буду кричать, что я натурал. Потому что это, наверное, не так. То, из чего я выбирал, это были, скажем так, самые лайтовые препараты. Сейчас же, когда я общаюсь с людьми, я слышу такие названия, как синтол, анантат, цепионат, тундеканат. Понимаешь? То есть сложные эфиры, тяжелые препараты. И они готовятся к первым в жизни соревнованиям на Московской области. Ребята, вы вообще в своем уме? Для чего это? Откуда такое желание рисковать своим здоровьем ради какого-то там сатого места на чемпионате Московской области? Мне нифига, понимаешь? Но вот если отбросить в сторону морально-этические аспекты, которые многие в применении к большому спорту считают спорными, возможно, все дело в том, что сделать чемпионскую соревновательную форму без использования фармакологии практически невозможно. Неужели и вправду натуральные чемпионы – это лишь миф? Есть такая цитата «Вера изменит реальность», скажем так. Но на практике я не встречал ни одного натурального спортсмена, который выигрывал какие-то престижные турниры, занимал высокие места банально в силовых видах спорта. Знакомьтесь, этого парня зовут Николай Кулешов. На протяжении последних нескольких лет он выступает в номинации «Мэнсфизик». За его спиной две выигранных любительских олимпии и статус профессионала. Думал год где-то. Год этот «Мэнсфизик» появился, год прошел. Я уже созрел к этому времени. Такой думаю, ну ладно, я выступлю. Такой просто решил ради спора выступить. Вышел, ну и как-то получилось, раззадорил себя этим и решил дальше продолжить. И при всех этих успехах Николай категорически уверяет, что не использует в своем тренинге ни грамма фармакологии. Я тренировался без фармакологии и пришел к какому-то результату. Я посмотрел на себя, посмотрел на людей, которые на фармакологии. Сравнил, думаю, а в чем прикол-то вот именно в фармакологии-то? Но даже этот факт пока только начало по-настоящему захватывающей истории. Дальше все будет гораздо интереснее. Итак, Москва. Осень 2016 года. Московская Олимпия. В рамках которой в российской столице прошел турнир в номинации «Промэнсфизик». Побороться за путевку на главный качковский старт планеты, а победа на этом турнире давала путевку на Большую Олимпию в Лас-Вегас, приехали атлеты из многих стран. В том числе на сцену вышел и эксперт нашей сегодняшней программы. Самый известный пляжник страны. Денис Гусев. Но победителем этого шоу стал именно Николай Кулешов. Победитель номер 7 Николай Кулешов. Россия. Вы только вдумайтесь, какой это поворот в нашей истории. Ведь человек, который в своем тренинге отказался от фармподдержки, смог не просто обойти заряженных парней, а взять путевку на главную Олимпию. Ну, конечно, я не верил в эту мечту сначала, что можно попасть на главную Олимпию в Лас-Вегас, быть натуралом при этом. Это же просто как бы утереть нос всем химикам. Я бы сказал, это прыгнуть выше головы. Конечно, есть некая гордость, потому что ей была цель, и она достигнута. Согласитесь, это по-настоящему захватывающая история. Вот я занял первое место. Хорошо. Химики не могут выиграть. Ну, не могут они. Зачем мне тогда химичить? Вопрос. Правда, здесь опять возникает очень много вопросов. Главный из которых – а не лукавит ли наш герой, называя свой тренинг натуральным? Да, никто не поверит. Это точно. Хоть там анализы сдавай, хоть в полиграф проходи, скажешь, все проплатил. Ну, а часто вообще этот вопрос задают? Они не задают, они уже сделали для себя какие-то выводы. Они могут спросить, да, а потом такие, да, заливает что-то парень там. Уйду, там что-нибудь скажут, да нет. Скажут, пизда бог. Вот в такое удивительное время мы живем, когда честно выполняя свою работу, ты должен оправдываться и доказывать, что ты делаешь ее честно. Но раз надо, значит, надо. И для начала мы попробуем разобраться, а что же такое натуральный тренинг? Натуральный бодибилдинг – это то, что разрешено в рамках ВАДА. Но опять же, в списке ВАДА есть куча препаратов, которые все используют, в том числе и мэнс-физики. Недалеко за примером мне надо сидеть мельдони и так далее. Натуральный бодибилдинг, в моем понимании, это спорт без использования экзогенных гормонов. Вот это натуральный бодибилдинг. Если же используются мужские половые гормоны, там, некто там тестостерона и так далее, это уже не натуральный бодибилдинг. Ну, прежде всего, что мне приходит на ум, это, наверное, да, анаболические стероиды, гормональные препараты. Что бы я первое выбрал бы, это в первую очередь диуретики, сильные, по крайней мере, точно. И второе, это анаболические стероиды. И третье, это какие-то запрещенные наркотики. Многие же наркотики используют для того, чтобы подвестись с соревнованием, просохнуть, то же самое, как аинтам или что-то еще. Но вот теперь все более-менее ясно и понятно. Хотя нет, ничего не понятно. Ведь тот же гормон роста многие считают вполне себе натуральным продуктом. Я думаю, что ходит. Почему? Потому что он не запрещен. Поэтому все его поголовно используют, потому что достать легко, нет проблем с законом, и его тяжело бы обнаружить. Ну, на самом деле, мне вот все-таки кажется, что гормон роста – это для натурального бодибилдинга. А ведь и вправду, гормон роста сейчас можно купить, как обычный аспирин. Ну, почти как аспирин. И многие считают его панацеей от всех бед. Причем не только спортивных. Самое важное, что я вам рассказал, все-таки это один из самых препаратов, у которого минимальная побочка. Ну, многие также используют вообще не спортсмены, а девушки, потому что гормон роста очень сильно ускоряет ресинтез новых клеток и омоложение кожи. То есть это реально гормон молодости. Я знаю, что вот во многих западных клиниках используют гормон роста в процедурах по омоложению. Трудно не поддаться уговорам Дениса Гусева. Уж слишком радужную картину он нарисовал. Возможно, это именно тот препарат, применение которого невзначай. И умалчивает Николай Кулешов. Да я второй раз Олимпию выиграл и выиграл прокарту. Мне начали многие говорить, что давай гармошку-то подключай. Как же без гармошки-то? Я долго думал, думал, такой, блин, ну, как, что, сколько по бочкам, животы растут, что, это талии не будет. Думаю, да ну нафиг, попробуй вот просто. Вот постоять рядом с ПРО, первый турнир. Вот как пойдет, так пойдет. Какая разница? Первый турнир, это как раз вот была Олимпия среди профессионалов. И стоял, пампился и понимал, что бороться-то можно, особенно после первого сравнения. Есть еще пор. И вот как-то вопрос отпал уже точно. Как вы видите, с гармоном все тоже не так просто. Ну, многие, да, многие, да. Но если так вот абстрагироваться просто, да, вот считали я гормон роста допингом, наверное, все-таки считаю, все-таки это гормональный препарат. Из всего вышесказанного можно сделать неутешительный вывод, что у каждого из героев нашего рейтинга вполне могут быть свои рамки этой натуральности. Где-то проскользнула у него такая мысль, что я же натурал, потому что я не использую тяжелые стероиды. Ну, мне как профессионалу понятно, что он имел в виду. Поэтому, естественно, никакой он не натурал. Да, у него свое понимание натуральности тренинга. Вот и все. Но давайте двигаться дальше. Ведь нам предстоит узнать топ-5 главных героев натуралов планеты. А также услышать историю о том, как Николай Кулешов будет готовиться к предстоящей Олимпии. Но сначала мы ненадолго заглянем в новый магазин fitnessbar.ru на улице Тихая, дом 14, возле метро Девяткино, чтобы назвать победителя конкурса комментариев. Победителем нашего сегодняшнего конкурса комментариев и обладателем приза от бренда спортивного питания Card Lab становится наш зритель под ником MyNameIslo с его большим и грустным комментарием о загнивающем российском фитнесе и расцветающей западной фитнес-культуре. Не переживай, все будет хорошо. Потому что сегодня от железного рейтинга и бренда спортивного питания Card Lab ты получаешь в подарок тренировочную формулу Гликоли, которая обеспечит максимальное восстановление и уменьшит катаболизм. Более подробную информацию о тренировочной формуле Гликоли, а также о других продуктах бренда спортивного питания Hard Lab вы можете посмотреть в описании к этому видео. А мы продолжаем. Открывает наш рейтинг 36-летний белорусский фитнес-блогер Алексей Клокотский, знакомый большинству как Шреддер. Так, Алексей, вечер добрый. Почему натурально? В чем главная причина этого решения? Я уже это говорил, не было никакого решения заниматься натурально. Все это естественно. Алексея Шреддера смело можно назвать первым и самым ярым борцом за натуральный бодибилдинг на постсоветском пространстве. Сегодня на его видеоканал подписано больше 85 тысяч человек. Хоть многие качки это отрицают, что колодца, принимать таблетки, в общем, спорт, так называемый, на стероидах, это та же самая наркомания. Все абсолютно то же самое. Многие узнали об этом герои после серии фильмов на канале Железного мира. И хотя вся эта история закончилась вроде как разоблачением, но наши эксперты голосуют за натуральность Шреддера. Я посмотрел фильм, ну, скажем так, в такую форму без проблем можно мантурохоть сделать. Когда я первый раз дошел до использования фармподдержки, я был гораздо массивнее. Александр, ну ты же знаешь, что сделать объемы в натуральном тренинге не самое сложное. Вот как эти объемы сохранить и придать мышцам жесткость? Точнее, не как, а на чем? Вот что используют парни? Не знаю, как другие, могу сказать про себя. Гормон роста, ну, некоторые короткие фиры тестостерона. Многие препараты не только помогают удержать мышечную массу, многие препараты и придают жесткость мышцам. Гормон роста, не сказал бы, что он придает, придают андрогены больше и, скажем так, как урезание женских гормонов. На четвертой строчке рейтинга разместился выступающий в Штатах 33-летний белорусский атлет Антон Антипов. В 2012-м Антон получил статус профессионала, в 2013-м выиграл свой первый про-турнир, а в 2015-м стал третьим на турнире Арнольд Классик. И при этом, как вы понимаете, наш герой настаивает на том, что не использует в своей подготовке анаболических стероидов. Мы с ним общались, и он также говорил, что он натурал. Я верю, это возможно. Для меня вот еще одним натуралом, скажем так, кому я верю среди профессионалов АББ, является Антон Антипов. По время первой олимпии он приехал с Ланной Стародубцевой в Москву, и они жили у меня дома. Я их пригласил к себе, и я с ним общался на эту тему. И он тоже был убедительным в плане того, что он натурал, не использует никакую фармакологию. И действительно, если его смотреть, он выступает чуть ли не каждый месяц, в течение всего года. Это в натуральную только возможно. Если человек не в натуральную, это невозможно, потому что периодизация там все равно присутствует. На аккаунт Антона Антипова в Инстаграм сейчас подписаны почти 200 тысяч человек. И он вполне бы мог занять более высокое место в нашем рейтинге. Мог бы. Но уж слишком крутой парень занял это место раньше него. Итак, на третьем месте рейтинга мы попытаемся проверить на натуральность 30-летнего английского атлета Симеона Панду. Про карту наш герой взял в 2013. В том же году дебютировал в ПРО Лиге. Хотя его соревновательная деятельность вряд ли кого особо волнует. Главная миссия Панды – мотивация. На его аккаунт в Инстаграм сегодня подписано почти 3 миллиона человек, что делает его одним из самых популярных атлетов планеты. И виной всему его феноменальная форма, которой он шел почти 10 лет. Если бы он в такой форме, ну, которую, опять же, мы видим на фотографиях, вживую я его не видел, если бы он в такой форме вышел в классике на Питер, я думаю, он бы всех вынес без проблем. Но в наш рейтинг Панды попал по той причине, что уверяет всех, что данная форма достигнута сугубо натуральным тренингом. Но вот вопрос – можно ли верить этому атлету? Я общался с Пандой, я записал интервью. Правда, еще на своем канале его не укладывал, но скоро оно появится. Человек с банкой в 50 сантиметров, с весом, не знаю, 110 килограмм, который поднимает, приседает и жмет очень неплохо, и при этом имеет настолько развитое тело, заявляет о своей натуральности. Ну, я не могу сказать 100%, что я ему не верю, потому что, ну, где же у нас уникальные люди какие-то, богатыри какие-то. Я как бы допускаю, что вообще у черных парней генетика, именно предрасположенность к билдингу очень хорошая. Что уж говорить, это именно тонкая кость, узкий таз, тонкая талия. Ну что же, наши эксперты без претензий согласились с доводами первых двух атлетов – Алексея Шреддера и Антона Антипова. А вот доводы Панды их не удовлетворили. Есть единицы, кто так выглядит не в натуражку, да, а чтобы так выглядеть в натуражку, я, если честно, не верю. Поэтому, как выглядит Шреддер, я еще верю, потому что, ну, он не выглядит каким-то чересчур накаченным там и так далее. Вот. А вот как Панда там или Юлисис, вот тут уже нет. Ну, честно, нет. Мне кажется, он пиздобол на самом деле. И на этой теме неплохо этот аудиторию под себя подминает. Но из всего вышесказанного можно сделать еще один важный вывод. Что если мы говорим о натуральной чемпионской форме, то речь можно вести только о категории Мэнс Физик. Ну, на самом деле, да. Да, но и там, скажем так, ребята используют фармподдержку в его. Как бы это было не печально, но говорить, что в натуральную можно сделать форму в большом ББ, нам не приходится. Да, вес 120 кг, не может быть человек в натуражку выступать в бодиблии. Это абсолютно, ну, с точки зрения физиологии это невозможно. Хотя сам же Денис Гусев готов убедить нас, что и в ББ есть исключение. Есть такой человек, его зовут От Кивикас. Это 15-кратный абсолютный чемпион литвы по бодибилдингу. И при этом он натурал. В прошлом году он выиграл Амачора Олимпия, который проходил в Сан-Марина, в натуражку абсолютно. Я с ним общался вот 3 часа. Я его мучил, пытал на вопросы фармакологии. И я просто понял, что он действительно натурал. А почему? Он мне привез очень убедительное доказательство того. Он говорит, вот смотри, на первых соревнованиях 15 лет назад или там 20 лет назад, да, когда он только начал выступать, он весил 89 кг. На соревнованиях, в которых я выиграл, я весил 89 кг через 20 лет. Человек, который использует фармакологию, он не может 15-20 лет весить 89 кг. Так не бывает. Он каждый год будет набирать массу. Отто Кивикас достойный пример для подражания. Но в его случае мы все равно говорим не о большом ББ, а о парнях в комплекции пляжного бодибилдинга. В моем связи, конечно же, натурально выиграть можно. Но нужно понимать, что в пляжном бодибилдинге генетический отбор, но еще более жесткий. В этих словах Александра кроется еще один подводный камень в теме натуральности. Ведь по мнению многих, допинг как раз и помогает устранять шансы одаренных от природы и обычных людей. Или это опять отговорки для ленивых? Конечно, у всех организм разный. Конечно, если человеку нельзя достичь каких-то результатов без фармакологии, почему нет? Если он мечтает об этом, ему же никто не запрещает этого делать, правильно? Просто если бы это все было разумно, с головой, почему у меня такое отношение к фармакологии, еще такое предвзятое. Вот приходит новичок, смотрит на меня, скажет, вот я хочу быть как он. Он говорит, а он на фарме. Каждый тренер начинает впихивать фарму. Без фармакологии нельзя добиться, без этого им вдалбливают это, мне не нравится это. Нет разделения, хочешь, пожалуйста, хочешь, нет. Если бы каждый человек мог отмотать себя вперед, да, вот я буду заниматься там 5 лет, и к чему это приведет? Если бы он посмотрел на себя через 5 лет, скажет, да, я там не добьюсь ничего, правильно тренируюсь, правильно питаюсь, только с фармакологией, то пожалуйста, почему нет-то? Но он же не попробовал, он же не знает. Вот такую непростую мы выбрали тему для обсуждения. Спорить можно бесконечно. А наш следующий герой еще больше добавит масла в огонь. На втором месте рейтинга уверенно разместился Майкл О'Хёрн. Американский атлет утверждает, что натуражку можно быть не только большим, но и очень сильным. Секрет его феноменальной формы и силы пытались узнать многие, в том числе и Денис Семенихин. Силовые показатели О'Хёрна не просто впечатлили меня, а я никак не мог предположить, что человек моего же роста с весом, наверное, килограммов на 6-7 тяжелее меня, в жиме превосходит меня на 60 килограммов. То, с какими весами работает Майкл О'Хёрн и как выглядит свои 47 по-настоящему впечатляет. Но вот можно ли верить в полную натуральность его тренинга? Отчасти да, отчасти нет. Могу предположить, да, что он натурал, потому что он тренируется с большими весами, постоянно причем. Его форма, конечно, отличная. То есть, если это его натуражка, что называется, построена, мне кажется, это вообще супер. На чемпионате, скажем, России бы, я думаю, он тоже какие-то топовые места бы занимал. Наши эксперты в сомнении. С одной стороны, Майкл О'Хёрн очень убедителен. И главное, что его теория основана на простых и понятных вещах. В основе моего тренинга три упражнения – приседания, тяга и жим, уверяет Майкл О'Хёрн. Именно благодаря этим упражнениям у меня по максимуму вырабатывается природный гормон роста. Я становлюсь сильнее, наращиваю массу без помощи химии. Если правильно тренируешься и питаешься, если работаешь со штангой – путь спокоен. Хороший результат обеспечен, гарантирует наш герой. В принципе, конечно, можно это за правду взять. Я бы отнес его, да. Возможно, да, он натурал. Есть такие люди, почему? У них большая выработка гормонов за счет большой нагрузки. Если он правильно питается, возможно. Но с другой стороны, уж слишком хорошая форма у этого парня. Чтобы так просто поверить в то, что он делает без химии то, что у других не получается даже при хорошем фарше. Я не верю, конечно же, в его натуральность. Но я прекрасно понимаю, что он, по крайней мере, говорит о тренировках натуральности. Потому что, видя на него, люди не пойдут в ближайшие барыги покупать какой-то синтол или какой-то гормон или что-то еще. Они будут пытаться заниматься натуральностью. Да, может быть, они разочаруются, что за 5 лет они не стали такие, как он. Но, по крайней мере, они хотя бы не навредят своему здоровью. Ну, скажем так, большие веса, все-таки, мне кажется, они травмоопасны и, возможно, извне что-то все-таки подкалывает чувачок. Может быть, не экзогенные гормоны мужского, ну, скажем так не тестостерон какой-нибудь, может, гормон роста пептида, которые, в принципе, и не выявляются на допинг-контроле, да? Это возможно, я думаю. На сегодня за плечами Майкла Охерна почти 500 обложек фитнес-журналов и 650 тысяч подписчиков в Инстаграм. И несмотря на отнюдь не юношеский возраст, он продолжает становиться еще лучше и сильнее. И мы бы хотели поставить его повыше. Но неопределенность вокруг натуральности его тренинга не позволяет нам этого сделать. Да и первое место уже занял Мистер Вселенная. Нет-нет, сейчас речь пойдет не об Александре Невском. Александра вы увидите в одном из ближайших выпусков Железных новостей. А сейчас мы поговорим о другом герое. Итак, победителем 103-го выпуска Железного рейтинга натуралов становится... американский культурист и актер, звезда и в фильмах о Геркулесе Стив Ривз. Стив Ривз достойен, на мой взгляд, большого уважения, потому что он стоял у истоков бодибилдинга и продвигал его вверх. Мне кажется, тогда он был на взлете, если можно так выразиться, потому что такой фигурой обладал, наверное, один на 10 или там 100 миллионов банально. Свою соревновательную карьеру Стив начал в 46-м году прошлого века. А уже в 50-м смог стать лучшим на главном старте планеты того времени – турнире «Мистер Вселенная». Но в наш рейтинг Стив Ривз попал не только из-за своих успехов в спорте и кино, но и потому, что для многих он является именно тем атлетом, который оставил свой след в истории бодибилдинга как величайший натуральный бодибилдер всех времен. Это реальная форма, действительно. Ну, это был вообще какой год-то? 60-какой-то, да? Да, такую форму без проблем можно сделать, занимаясь натуражкой, даже не пренебрегая использованием спортивного питания. Сейчас действительно мы можем найти натуральных парней, намного, может, даже более жестких и рельефных, чем был Стив Ривз. Но для тех времен, конечно, он выглядел отлично, уникально. Да, вот такой он наш чемпион. Не очень большой, не очень внушительный, но зато практически все ему верят. Хотя у нас есть еще один герой, который не вошел в наш рейтинг, но тоже вполне мог бы стать его победителем. Вот знаешь, Фрэнк Узейн, что удивительно, человек трехкратный мистер Олимпия, но вот ему я верю, что он в натуражку. Почему? Потому что он победил первую свою Олимпию с весом 86 килограмм. В следующей Олимпии он тоже выступал, побеждал с весом 88 килограмм. Тогда это было возможно. Сейчас, конечно, выиграть там даже в Мэнсфизик, не используя фармакологию, мне кажется, это, ну, я имею в виду, топов, именно профессионалов, маловероятно. Но, Денис, если Фрэнк Узейн смог, то, возможно, получится и у кого-нибудь другого. У того же Николая Кулешова, например. Ведь московскую Олимпию он выиграл очень уверенно. Я был рад, что он победил, потому что, ну, на мой взгляд, он заслуживал победу. У него действительно, ну, просто генетически от бога пропорции очень красивые. Очень узкая талия, офигительно широкие плечи и спина. Но главная Олимпия – это вам не московский старт. В Лас-Вегасе все в 10 раз круче и сложнее. Да, главное всегда выбирать за собой. Скорее меня больше пугает это то, что сложно проигрывать. Я понимаю, что это спорт, он предвзятый, что в Америке там свои правила. Это шоу-бизнес. Ты не можешь просто так побеждать, только имея одну форму. А вот касательно формы. Интересно, а как Николай планирует измениться к предстоящему важному старту? Ну, это сложно. Вот именно на главной Олимпии. У меня нет тех факторов, чтобы я стал первый. Потому что у меня нет медийности, у меня нет спонсора, но у меня есть форма. И вот здесь самое время задать вопрос нашим экспертам. А верят ли они в натуральность тренинга нашего героя? Как легко можно отследить натурала над натуралом? Нужно проследить его год. Какая его форма? Если у него прыжки веса по 10-15 килограмм, то вполне возможно он не натурал. Потому что именно начинается процесс отката, масса, набора и так далее. Его фотографии в целом все примерно одинаковые. Что касается Коли, то я скорее ему верю, чем не верю. Даже если он использует какие-то легкие диуретики для слива воды, либо просто для подводки, я не считаю это допингом вообще ни в каком образе. Поэтому даже если он это использует, все равно он будет натуралом для меня лично. Лично я Николаю верю. Я вообще не понимаю, почему нужно доказывать существование натурального тренинга. Ведь это более естественный процесс, чем тренинг с фармой. На своем опыте могу сказать, что и на огурцах с картошкой вполне можно стать чемпионом России по арму и на пятом десятке поднимать на бисепс, ну предположим, 70 на 10. Легко. Но я понимаю, что мой пример в данном случае не актуален, потому что речь идет о бодибилдинге. Поэтому мы с вами будем пристально следить за подготовкой Николая Кулешова. Возможно, у нашего героя и вправду получится сделать невозможное и выставить на Олимпию конкурентоспособную форму без использования фармакологии. На этом мы прощаемся с вами. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по тренажерному залу. До новых встреч!